Слава Богу, дорогие друзья, что сегодня мы смогли во второй раз прийти в Дом Господень, чтобы воздать благодарение и славу нашему Господу Иисусу Христу. Господь дал Украине свободу, свободу проповеди слова. Мы свободно собираемся, мы свободно говорим людям, проводятся января реализации. И слава Господу, что это есть в Украине. Не в каждой стране так. Мы знаем, что в других странах есть гонение, есть притеснение, но мы собираемся свободно. И вот знаете, дорогие друзья, каждый из нас в свое время исполнил заповедь Господню и дал обещание служить доброй совести. То есть он принял крещение этим, дал обещание Богу служить доброй совести. Когда мы совершаем вечерю Господнюю, мы читаем место Священного Писания, где говорится о том, что доиспытывает себя человек. И удивительно то, что в воскресные дни, и особенно в день вечерей Господней, собирается в Церкви намного больше братьев и сестер. И вот удивительно то, как они проверяют себя, как они проводят это испытание. Надо над этим задуматься, потому что это вопрос серьезный. Если мы не посещаем вечернее собрание, если мы не хотим насыщаться духовной пищей, ведь каждый из нас в день питается физически два-три раза, может кто-то и четыре раза. А считаем, что духовной пищи достаточно один раз в воскресный день посетить собрание, и это хватит на всю неделю. Но это не так. Ведь враг, тушь человеческий, он ходит за нами следом, и он ищет, кого бы поглотить. Господь хочет спасти нас, и он ведет к спасению, только как мы следуем за ним. Сегодня я хочу, в продолжение того, что братья говорили, прочитать место Священия из книги пророка Неемии, это 4 глава, 10 стих, мы прочитаем второе полустище. «А мусора много, мы не в состоянии строить стену». Знаете, Неемия был уведен в плен, он находился в городе Сузах, он был виночерпием у царя. И удивительно то, что этот человек, вот знаете, казалось бы, он уведен из Иудеи, из Иерусалима, он находился в плену, но мы видим о том, что должность у него была в виночерпием. Царь доверился ему, доверил свою жизнь ему, потому что в виночерпием он испытывал вино, и потом давал его царю. Но не это главное, главное то, что сердце его было в Иерусалиме. Когда приходили из Иерусалима сузы, он расспрашивал людей, как там, что там. И когда рассказывали о том, что все запустение, все разрушено, стена разрушена, ворота сожжены, и иудеи, которые остались там, жить они находятся в таком состоянии, в нищенском плохом состоянии. Он плакал, он молился Богу и просил Господа, чтобы Господь расположил сердце царя отправиться в этот город, в Иерусалим, и восстановить его там. И в один прекрасный день царь увидел, и, наверное, все же Господь побудил царя расспросить его, что на сердце у Ниемии. И Ниемия открылся царю, и открыл желание свое удивительное, что и царь, и царица дают ему разрешение, и он отправляется в путь. Здесь мы место прочитали с вами, это место в Священном Писании, что мусора много, мы не в состоянии строить стену. Знаете, дорогие друзья, когда происходит разрушение, надо убрать мусор. Тогда не было эскаваторов, не было бульдозеров, которые могли сгорнуть, собрать и вывезти. Все нужно было делать руками людей. Людей было недостаточно. Но вот эти слова, и вот здесь написано, мы не в состоянии строить стену. Почему? Потому что мусора много. Знаете, каждый из нас строит свой духовный дом. Все мы пришли к Господу с тем мусором, который был у нас. Это зло, беззаконие, гордость. Это все то, что находилось в сердцах наших, что Господь хочет, чтобы мы от всего этого освободились. Духовная безразличная, ленность, грех, искание своего, жажда, обогащение, занятость, суетой, сомнения, а также безмолитвенная жизнь. Жизнь без Господа Иисуса Христа. Жизнь без чтения Слова Божьего. Жизнь без посещения собраний, которые проходят здесь. Священное Писание очень много уделяет этому места. И, знаете, говорить о том, что человеку нужно делать, чтобы очиститься. Чтобы очиститься от этого мусора, чтобы начать строить духовную стену. Стену, которая защитит нас от того внешнего мира, от дьявола, который ищет, кого погубить. Марк, или Господь через Марка, говорит такие слова в 4 главе, 19 стихом, «В которых забота века всего, обольщение, богатство, и другие пожелания входят в них, заглушает Слово, и оно бывает без плода». Знаете, дорогие друзья, мало того, что мы не слышим слова Господни, а если и слышим, то, что у нас впереди. Первый брат говорил о идолах, и о идолопоклонствах, потому что это то, чему принадлежит сердце. И действительно, чем те сегодня заняты люди, или братья и сестры наши, которые не пришли в дом Господень, чтобы воздать хвалу и благодарение Господу. Ведь Иоанн, когда пишет послание, он говорит, «Дети, храните себя от идолов». Храните себя от идолов. А идолы у нас, может, всякие. Любые. То, что стоит впереди Господа Иисуса Христа, все это идолы, это семья, это дети, это внуки, правнуки, это жилье, работа. Все то, что мы ставим на первое место, это те идолы, которыми мы стремимся поклоняться, или, вернее, не поклоняться, но оно увлекает нас, и мы забываем. И вот Слово Божье остается без плода. Ведь Слово Божье, которое Господь вложил в сердца наши, которое должно приносить плод, плод покаяния, плод служения Господу, плод посещения собраний, плод уважения друг друга, еще много-много того, что можно перечислить, потому что Господь написал в Священное Писание, Он предупреждает нас говорить об этом. Послание Колоссянам апостол Павел в третьей главе с восьмого стиха пишет, и пишет опять же нам с вами все то, что не угодно в очах Божьих, и все то, что мы должны делать для того, чтобы угодить нашему Господу, чтобы исполнить Ему, Его волю. Это глава третья с восьмого стиха. «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, скреннословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлегчить светлого человека с делами его и облегчить нового, которое обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Итак, «Облекитесь, как избранные Божьи и святые, возлюбленные в милосердие, благость, мирномудрение, кротость, долготерпение, снисходя друг другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». И вот апостол Павел указывает на то, что вы должны оставить. Чего не должно быть у нас для того, чтобы правильно и верно служить. Верно служить нашему Господу. И далее он перечисляет, что должно быть для того, чтобы это была взаимная любовь. Потому что Господь простил нам все и возлюбил нас, и Он ведет за собой. Ведет для того, чтобы мы достигли Царства Небесного. И знаете, дорогие друзья, вот Матвея и Лука описывают то место Священного Писания, где Господь говорит слова о нечистом духе. И мы это место прочитаем, это Матвея 12 глава, мы прочитаем 43 стиха, «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь я в дом мой, откуда я вышел, и пришедет, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой всем других духов, злейший себя, и вошедший живут там. И бывает для человека того последнего хуже первого, да будет и с этим, так будет и с этим злым родом». Здесь написано о том, вот, дорогие друзья, мы приходим к Господу, Господь очищает, мы строим эту духовную стену, мы убираем этот мусор. И вот, дорогие друзья, когда мы убрали этот мусор, когда наша душа чистая, чем мы ее заполняем, чем мы питаемся, то и входит в нас, в наши сердца, в наш разум, и так мы и поступаем. Почему многих нет на собрании? «Чем занято их сердце?» Вопрос звучит здесь, потому что написано, если придя, он увидит то, что очищено, выметено, и он возвращается туда и берет дьявол еще с собой других более злых, и бывает этому человеку хуже. Хуже того, что он был в начале. Это говорит о том, чем наполнена душа наша. Наполнена она для того, чтобы мы служили Господу, исполняли волю Его, не нашу волю, та, которая приведет к погибели, а волю нашего Господа Иисуса Христа. Исполняем мы то обещание, которое дали Ему. И это самое главное, дорогие друзья, исполнять волю нашего Господа Иисуса Христа, ведь мы пренебрегаем им. В Священном Писании в Пророк 53 главе описывает о нашем Господе Иисуса Христа. И там написано, мы ни во что ставили Его, мы пренебрегали им. И это действительно так. Те, кто сегодня пренебрегали... Можно сказать, это было давно, это Пророк Исаия писал, вот когда Господь пришел на эту землю, люди пренебрегли им и привели Его на распятие. Но сегодня те, которые не исполняют волю Его, которые не служат Ему, которые покаялись, обратились, дали обещания, они пренебрегают им. Они ни во что ставят Его, Его жертву, Голгофскую жертву, пролитие крови. Все то, чем Он спасает нас, они ставят ни во что. Они ставят лишь только потому, что они считают, что достаточно вот одного раза посетить собрание, что этого достаточно, остальное время мы проведем для себя, для своих. Мы читали эти места Священного Писания. Обогащение человека увлекает, и этим он занимается. Суетой занимает, может, в этой жизни суеты очень достаточно. Ленности. Действительно, дорогие друзья, ленность та, которая присутствует в нас. Вот знаете, вот идет собрание, идет проповедь, говорят, ведь читается Слово Божие, ведь никто не говорит тут свои слова. Мы читаем Слово Божие, братья и сестры могут выйти туда, на улицу, и там стоять, разговаривать. Это пренебрежение Господа. Это пренебрежение Словом Божьим, потому что то, что их увлекает туда, оно становится выше всего того, что Господь говорит. Это пренебрежение нашим Господом. Это то, что на сердце человека, в душе, этот мусор, мусор, который нужно убирать, и только тогда можно будет построить стену, стену духовную, которая защитит человека от тех невзгод, сбережет его для Царства Небесного. Слово Божье, оно насыщает нас с вами, оно дает познание истины, оно ведет нас к нашему Господу Иисусу Христу. А все то, что не по воле Божьей, оно не угодно Ему. И Господь не будет благословляться лишь только потому, что мы не служим Ему, мы не исполняем воли Его. Поэтому, дорогие друзья, когда мы читаем места Священного Писания, мы должны задуматься, что говорят они нам, что говорят нашему сердцу. И когда мы приходим к этой святыне, берем хлеб, берем эту чашу с вином, мы должны задуматься за прошедший месяц, о чем мы должны попросить прощения у Бога, что мы должны Ему сказать или просто принять хлеб и вино. Но это не для славы Божьей, это для осуждения. Если мы не исповедовали грех свой, если мы не сказали Господу, где мы виновны, чтобы Господь помог нам избавиться, чтобы Он помог очиститься от этого мусора, чтобы мы служили Ему. И слава нашему Господу, что и сегодня Он через Слово Своё наставляет и учит нас, как следовать, как действовать, как быть и жить в этой жизни. Слава Ему! И давайте в молитвах наших принесем благодарение Ему за все те благодати, которые Он дает для нас. Слава Ему! Аминь! Спасибо! Спасибо!